Я покидаю Гранитный, делаю прощальный круг по бухте и возвращаюсь в Североморск. Меня ждет гостеприимный приют в яхт-клубе Калипсо. Ему и будет посвящен этот ролик. Знакомство с клубом, небольшой обзор, осмотр лодок и встречи с интересными людьми, неравнодушными к прекрасному Северному морю. После вчерашней непогоды в губе уже успокоилась, а вот на море слегка покачала. Не перестаю удивляться в очередной раз, насколько слабо видео передает волнение. Помню, что ощущения были бодрые, а при просмотре все выглядит как-то обыденно. В Кольском заливе стало совсем спокойно, и я быстро долетел до Североморска. Все, добрался до Североморска. Ротан 520. Вот еще один ротан стоит. То есть тут ротаны встречаются. Причем именно 520-е. Просто хотел вам показать. Все, я у родного причала. Так я добрался. Вот здесь вот нижний слип. Вот здесь вверху такая большая гряда. Тогановится новый слип. Такой более удобный. Здесь, конечно, спокойно, да? Был туман немножко в Кольском заливе. На море такие были приличные волны. Причем именно характерные для Баренцева. Потому что на Белом море таких больших именно амплитуд не бывает. Ну или бывает очень редко. Где-то в районе, наверное, за Соловками. Между Соловками и Кандалакшей. А в Аняжской губе, конечно, таких волны не встретишь. Поэтому это было минут 20-полчаса, пока я шел от Гранитного до Кольского. Это было классно. Да, немножко засняли. Капитан, Джек Воробей. Чё качает-то? Первый выход в море. Да, Вань? Да. Первый? Да, у Ваньки первый. Ну и как тебе? Понравилось? Да. Тут Алексей немножечко познакомили с Алексеем. А это РИП, да, Алексей? Да. А что за РИП? Ну, это РИП фирмы МНЕВЭКО. Кайман 450-й. Вот, эти РИПы поставляются в Министерство обороны сейчас в основном. Ну, я не жалуюсь, мне нравится, хорошая лодка. У меня первая лодка тоже был Кайман 360, но обычная такая, по елках. А это, я смотрю, алюминиевый, да? Да, это РИП. Съемный барбас. Вот пластиковый, а вот у Кайманов именно алюминиевый, по-моему, да? Да, у них именно алюминиевый. Чем характерна модель, тем, что съемные борта очень удобные. А, борта отстегиваются, да? Да, да, снимаются борта. Алюминиевый, она как-то прочнее пластика, да, вообще? Ну, она прочнее, легче, во-первых. Во-вторых, она прочнее, надежнее. А вы местный житель? Да, я местный. Ну, я сейчас живу в Мурманске, вообще родился, вырос в Североморске. Здесь на шлюббазе, ну, постоянно тоже, как бы. Начинали с лодки 3.30. Тоже кайман был, 3.30 маленький. 15-й мотор, потом больше, больше. Ну, сейчас пока так. Сына приучаем тоже к морю. А почему первый раз только вы с ним вышли? Как так-то? С сыном. С сыном. Ну, маленький еще был пока. До этого, да? Да, пока маленький был. Как зовут-то тебя? Ваня. Ваня, молодец. Ну, и как тебе в море понравилось? Да. Ну, отлично. Тоже будешь ходить, значит. Будешь с папой в море ходить? Да. Ну, молодец. Небольшой пробный заезд с механиком Ярославом. Решили как-то проверить. Есть какие-то вопросы, видимо, по двигателю. Здесь в Калипсо есть ремонтная мастерская, в которой работает Ярослав. Видимо, есть какие-то вопросы. А Ярослав обещал провести небольшую, знакомительную экскурсию и рассказать о своей работе. Тут на самом деле много интересного очень. Сегодня суббота, и в клубе некоторое оживление. Я вообще смотрю, здесь рибы очень популярны. Сказал, как сказал напарник Алексея, все плавно после паёлок переходят на рибы. Потому что рибы мореходнее. Всё-таки паёлы иногда ломают, их бьёт. Ну, вот даже на легковушке здесь можно слепануться, в принципе. Вот так же вот и я сделал. Что-то зарядил дождик. И как раз самый дождь тут все массово стали подчаривать. Здесь, конечно, здорово. Много интересных лодок, и можно просто ходить, их рассматривать. Разные варианты. И рибы, и с надувным дном, и вот много ротанов. Видите, у каждого владельца своё мнение. Но, в принципе, все сходятся на том, что рибы предпочтительны для местных условий. Лучше идут у них, мореходность лучше. Ну, как бы сложно с этим спорить. У него рибы всё-таки сильное, келеватое, жёсткое дно. Для нас такой вариант не очень подходит, да, потому что вот в моём случае лодку нужно постоянно сворачивать. Мне нужны размеры. Вес, опять же, риб, он, наверное, раздува тяжелее вот такой надувнушки моей. Но здесь, кто живёт постоянно на берегу, кто хранит лодки здесь на причале, в клубе, то, конечно, риб это хорошая вещь. Ну, а кто-то, как я, вот так по-простому выкатывает на колёсах. Я тоже вчера тащил лодку на колёсах. Но мне для этого пришлось снять двигатель, потому что, как-то, без движка было гораздо проще это сделать. Да, сегодня такая движуха в субботу. Выходной день, и... Люди устремились к воде. Ещё, 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 вот, давай-давай-давай. Ещё ломай. Какая интересная лодка пускается. Мне подсказали, что это Максим, местный гид, который устраивает морские прогулки, рыбалки, возит туристов. Интересные места Кольского полуострова. Какой замечательный риб, такое ощущение метров восемь в длину. Владелец этой замечательной лодки этого риба Максим. Привет, Макс. Да, привет, Олег. Скажи, пожалуйста, мне сказали, что ты местный гид, владелец этой лодки. Ты занимаешься извозом туристов, морской рыбалкой, да? Да, мы возим наших гостей, которые приезжают в наш морской клуб Калипсо, возим на морскую рыбалку, на озёрную, на речную. Также устраиваем экскурсии по побережью. То есть, можем отвезти в любую точку побережья, куда вам, ну, естественно, в рамках разумного, ну, Баренцево море. Вот я был вчера в Гранитный, то есть, в Гранитный без проблем можешь свозить туристов, да? Да, конечно, на Гранитный, Кельдин, любое живописное место и ещё очень много интересного. Скажи, пожалуйста, какие виды рыбалки? Ну, понятно, все здесь в основном приезжают за треской. А вот насчёт рыбалки в реках, это как? В реке, если это касается лицензионного лова, то мы можем устроить наших гостей, ну, предложить им, естественно, приобрести лицензию, путёвки. То есть, я просто слышал, что с красной рыбой не касаются какие-то проблемы, то есть, можно купить лицензию, это, в принципе, без проблем, да? Да, да, есть открытые реки для лова, для сёмужной рыбалки, для вовли-горбуши, можно приобрести лицензию. Ну, естественно, всё в рамках закона. Понятно. Есть также рыбалка, которая предусматривается на реках, как любому российскому гражданину, там есть определённый регламент, размер этой рыбы, которую можно изымать, которая не требует лицензии. Скажи ещё, пожалуйста, а когда у вас открывается сезон? Сезон, ну, мы начинаем свою деятельность, гости к нам приезжают уже в апреле, открывается сезон ловли трески. То есть, ну, грубо говоря, морская рыбалка начинается у нас в начале апреля. Ну, практически по октябрь, по сентябрь, то есть, гости приезжают там. Расскажи, пожалуйста, вкратце, свои лодки. У тебя такой рип, вот сколько в длину? Лодка 630, самая классическая, самая надёжная, в своём классе, самая, не знаю, скоростная. Ну, все эти характеристики данной лодки соответствуют нашим тематическим условиям. А вот я у тебя щупал баллон, это, похоже, не ПВХ, а какая-то резина, что ли? Что это за материал? Ну, это дополнительная броня, чтобы люди, ну, там, гости, которые ловят у нас, и чтобы цепляясь к ручке, ну, дополнительная защита. То есть, у тебя баллоны с ПВХ, но бронированные, да? Да, бронированные просто, да. А корпус Рибос из чего? Корпус стеклопластиковый. Пластик? А что за пластик? Ну, стекловое окно, там, композитный материал. А вес лодки общий, какой, примерно? Ну, приблизительно, наверное, я думаю, сама лодка где-то весит в районе 500 кг. А что за движок у тебя такой? Движок Yamaha 150 кг вошли на село. 150, ну, то есть у тебя, наверное, мощи, скорости хоть и добавляет. Нет, это самый минимальный вариант. Минимальный? Да, самый минимальный вариант для этого лодки, да. Ничего себе. А какая скорость у тебя примерно? Скорость на данноматоре? Скорость, как крейсерская в одного, вот, с группой, там, да, максимальная. Ну, в среднем, где-то 60, комфортная скорость, это вот, с группой, там, 5-6 человек с грузом где-то, ну, в районе 60 км. Ага. Ну, то есть, если что, да, если кто-то приехал, скажем, вот сюда просто Североморск посмотреть без лодки, то можно там смело к тебе обратиться, да, или обратиться в клуб, да? Конечно, обращайтесь в клуб, да, и приходите, с радостью поможем у вас. Слушайте. У нас есть катера, не только там такого класса, есть и катера, которые можно подобрать под погодные условия, например, плохая погода там в весенний период, например, для морской рыбалки. Можем подобрать и катер с каютой без проблем. Здорово. Ну, спасибо большое, чтобы поделиться, да. Спасибо вам. Ну, а это уже лодки посерьезнее. Они, конечно, выглядят как катера, несмотря на подвесные моторы, но таких уже внушительных размеров. Квик Сильвер 580. Не знаю, мне какой-то параллакс в последнее время. Я как вижу лодку или что-то, мне все кажется почему-то большего размера. Вот так РИП, который вы сейчас видели, я назвал 8-метровым, то есть я ошибся, на 2 метра был 6. Вот эта вот лодка мне тоже оказалась метров, ну, под 7-8, а на самом деле она 5,8. Да, красивая лодочка. Да, движочки тут, конечно, солидные. Вот одна Ямаха, основной двигателем, к сожалению, не видно, сколько здесь лошадок. А вторая вспомогательная 9,9. Вспомогательные моторы, как правило, крепятся вот на таких вот выносных трансах, пантографах. Потому что, конечно, у него нога короткая, лодка высокая, иначе никак. Ну да, на случай, как говорится, аварийного такого доплытия, можно управлять и румпелем. Хотя, если вот она пустится низко очень, да, вот так представить, но все равно дотянешься рукой до румпели, да. Лучше, чем ничего. То есть, видите, на серьезных лодках, да, люди ставят докатку обязательно. А вот еще такая замечательная лодка, пожалуй, наверное, самая большая. В Калипсо. У нее два движка, 225 сил, очень внушительно. Мне говорили, что люди на ней ходили на коне нос, представляете? На коне нос отсюда и обратно. Это, конечно, удивительно. Причем они ходили где-то в осеннее время. Можно сказать, это даже отчаянно. Вон питерские номера. Сохранят ее здесь, в Калипсо. Алюминиевый корпус. Вроде как это отечественная лодка. Нечто похожее я видел на московском бот-шоу. Может, ребята из Питера делают. Да, такая красивая. В носовой части, внизу, такое ощущение, что там подруливающее устройство. Да, здесь находится небольшой такой винт. То есть, можно более аккуратно подруливать при его помощи. Ну, а здесь, конечно, никакого запасного двигателя не требуется. Здесь и так стоит два двигателя. Если ты, конечно, не налетишь на какую-нибудь коргу каменную, то вероятность того, что отскажут одновременно два двигателя, конечно, крайне мала. Поэтому два двигателя – это надежно. А вот у него тоже вдоль борта идут ПВХ-баллоны. Честно сказать, они такого диаметра не очень большого. Я затрудняюсь сказать даже, вот нужны ли они, нет. Если будет серьезный крен, и лодка на них вполне может опереться, то для безопасности это плюс. Очередная приятная встреча в яхт-клубе. Я вчера встретился с Борисом. Борис, член яхт-клуба, который смотрит мои видео, пригласил меня в гости. У него здесь на крайней стоянке что-то вроде небольшой такой выездной мобильной дачки. Мобильная дачка с мобильной баней. Почему он пригласил меня в гости? Мы сейчас пообщаемся. Очень интересный человек. Здравствуйте, Борис. Гости дорогие. Это вот такой у вас, да? Да. Дача. Дача. То есть вот у Бориса на первом этаже – это вагончик военный, да, Кунг? Кунг, да, ураусский. Уралский Кунг. На втором этаже мы сейчас туда поднимемся чуть позже. Там вот виднеется мобильная баня. Привет производителям Мобибы. Очень хотел вам рассказать, показать, как можно, что получилось. Ну вот сейчас вы все равно увидите. Так, а можно посмотреть, что там внутри? Ну вы тогда заходите и будете рассказывать. Здесь настолько уютно, что прям очень-очень душевно. Это такой вагончик для отдыха, да, как получается? Да, сначала это была концепция, ну как бы все. Мы жив зато, у нас нет частных территорий, земель. Ага. Вот, и построиться здесь не очень-то так получается. Вот, поэтому арендуется вот так. Есть такая возможность им давать. Просто поставить, как правило, это рыбацкие домики, там водочная вся такая, все вещи такие. Но я сделаю это как выездной домик, домик для отдыха, скажем так. Ну и попутные песни, да, и рыбацкие. С моря приходишь, приходишь не в рыбацкий домик и приходишь сюда. Ну то есть вы тоже рыбак, у вас своя лодка, да? Да, я его назову себя рыбаком, но мне нравится. Я водномоторник, скажем так, природа севера, как и вам. Ага, да, да, да. Ну и вторым номером, да, коль уж она ловится, то надо это уметь делать. Здесь у Бориса такая стеночка кухонная, умывальничает. Да, это все сделано, просто покупаешь. Убывальничек, полочки, главное так все аккуратно. Я просто смог в гараже там такой рдак. В струнлюдаче покупается это срез, а там уже монтируется и проектируется так, как хочешь. Ух ты, знакомая печка у вас стоит. Да, производители Мабибы, огромное вам спасибо. Это же... Егерево, Верхово, через которого я все это приобретал, у меня были разные пещи, вот остановился на этом. Это же Согра печка, правильно? Согра, да, здесь нужно не банные кондиции, а медленные, скажем так, печи длительного горения. Игорь, я помню, как ты их искал в Москве, эти кирпичики и нашел. У нас такая же просто, она отличная печь, вообще мы не нарадуемся. Здесь у вас лежанка, да, получается? Да, это те же самые полки, мабибовские, здесь все. А, это полки, а можешь так показать? Да, конечно. А, вот они там, да? И удлинители. Свет не светит в глаза, я смотрю, да? Все так вот. Нет, это все теплые оттенки тональности, видишь, от дерева отраженные. Ну да, да, да. Когда надо, когда нет. Ну вот, ты понимаешь, я знаю. Здесь такая-то ленточка светодиодная по периметру, да? Все это несложно, товар не с добавочной стоимостью, покупаешь производные и монтируешься. А как давно вы оборудовали такой вагончик? Началось с 7 лет, так, это лет 6. Лет 6. Сначала была только мабиба, ввиду того, что мы в Зато и Северо. Вот, единственный выездной домик, в моем случае, мог быть, это он. Но, так как вы сами все знаете, зимой все это надо вывозить, молнии зимой пренерзают. Ну вот, получилось так вот, что возможность приобрел кунг. Ага. Вот. И мабиба стояла сбоку. Но, опять же, опять же, та же зима. Все идут, уезжают, разъезжаются домой, а я начинаю это собирать. Все это очень так, это неуклюже после ваги, особенно. Поэтому, как же можно было, что же можно было сделать? То есть, у вас такой, получается, идеальный вариант. Вы вернулись с моря, намерзлись, холодно и прям такой... А теперь, для тех, кто понимает, это самое вкусное. А баня готовится буквально 20 минут, да? Да, пара перегревать, если очень хочешь, и за 10 минут он же в банный режим ходит. Но 15-20, это самое, каменька успевает хорошо. То есть, вот мы поднимаемся вверх. Да. И там, на втором этаже, баня. Еще раз, еще раз производитель мабиба. Респект. Причем, вы знаете, эта баня не маленькая, это баня мабиба 104. Да. То, что хочет, то, что может, но я сделал так. Вот. Палки, опять же, да, поскольку это стационарно, теперь ни дождь, ни ветер, осадки, ничего не унесет, не поломает ее. Я просто из фермованных конструкций собрал, уже научился варить для этого. Она собрал конструкцию остов и профлистом, вот зелененьким, в нашем случае, накрыл. Здорово. В итоге я, теперь она стационарно круглый год готова. Ну, теперь уже появилась возможность стационарно сделать палки, ем, палки. Были разные печи. Это все тоже должно быть красиво, уютно. Вот. Были разные печи. К-Ц-1, да? Гравица была. Гравица была. Да. Все в ней хорошо, за исключением, на мой взгляд, и моя та, несколько лет назад, она была не очень пригодна. Ремонтопригодна. Потому что, если начинает выходить из строя пароперегреватель, отдельная, вмонтированная схема общую, он начинает протекать, выходит из строя вся печь. Вот. Поэтому собрано было отдельными, вот такими, медиана пятая. Ну, это, на наш взгляд, все друзья мои, которые ходят сюда. То есть, у вас тут температура, кстати, какая-то получается? 90 точно, наверное, да? Гоняйте. Это 90, это средненько. Средненько. Просто мы больше 90 не паримся. То есть, вы с Толивары, да, можно сказать, или прибыли? Ну, начиная, не с Толивары, нет так. Но 90, вот самое то. 90, это прям вообще нормально. Да, больше не надо, если нужен акцент на каменьку. Опять же, да, галтованные камушки. Про них тоже было. Причем у Бориса, заметьте, вот у него камушки, да, он говорит, он их подправлял болгаркой, то есть, они тут идеально выложены. Прям подогнаны друг к другу. Ну, они не идеальны, просто они подогнаны, да, квадратик. Подогнаны, да. Можно рассказать историю. Когда я начал их собирать, мне нужны минимальные объемы, но с максимальным весом, да. И я поехал на велосипедике, а это был грибной сезон, подчеркиваю, к загородному парку. Там у нас карьер, рядом дорогу строили. И булыжники находились там, нужные мне. И вот хожу я с лукошком, с ведрышком, да, и собираю, какие камни пойдут, ну, предпочтительные какие-то, откидываю в сторону, какие-то забираю сюда. Но, что видят люди, которые выходят в семьи из леса с грибами? Вдали ходит человек с ведром, или с лукошком, как они думали, и собирает камни. Так, это один там, один хороший, другой плохой. Я один это вижу, кто-нибудь спрашивал. Вот конструктивно заданы уклоны в полу, вода стекает вниз. А внизу располовинены фамины, пластиковые трубы. В них стекает, и под уклоном, снимаем, да, заводится за периметр, выводится за периметр вода. Светодиодная лента, подсветка полков. Причем она находится внизу, под полками, и поэтому освещение такое мягкое, рассеянное. Рассеянное, дай снизу, если кому-то не нужны верховые виды. Глаза как бы вообще не напрягаются тут, да? Сидишь, вроде, ты видишь все освещенное, но у тебя... Ну, то есть вы художник прям, у вас такой художественный подход. Ну, наверное, он должен быть. А здесь такая зона отдыха, легкий столик, стульчик такой самодельный, да, какой-то интересный. Одна доска, два стул. Небольшой такой, можно сказать, диванчик. Это все тоже такой. Две доски, одна скамейка. Из остатков стол. Какие-то, наверное, виды знают. Тут, козли, ну-ка. Сейчас, у меня дочку. Почему он полный, сильно ровный? Там вышли рундук, и я не хотел в пользу пола устранить там подобный рундук. Поэтому я задал там обратную юбку, и сверху вот это... А когда вы паритесь, вы закрываете в десах, конечно? Ага, все, у вас там парилочка прям такая миниатюрная, все-все-все, да. Я что, сразу... Причем эта парилка, я бы тебе не сказал, что миниатюрная. Потому что эта печка прокачать может полностью, да, все в помещении? Да, и при этом, при этой защите, да, у тебя... То есть у вас же полчаса еще и снаружи, еще крыша, да? Внешний периметр металл, да, от ветра, от дождя. У вас вот идеально, я думаю, просто идеально. Как она звучит, когда ты сидишь там, а здесь дождь, или нет. К сожалению, мне вот нужно уже уезжать, а тогда Борис предлагал Борису... Полчаса уговариваю. Уговаривает. Но еще, к сожалению, да, надо собираться. Поэтому здесь очень вкусно. Переходишь с моря, мокрый, холодный, продрогший, а тут тебя ждет буквально каких-то 20 минут, пока, наверное, затопил печку, уже так более-менее согрелся, а потом... Да, вот поставил там, поднялся, затопил печку, пошел поднимать лодку. Пока поднял лодку и скипил чайник, одеваешь халатик. Лодка у Бориса Компас 380 из Казани, подвижком 9,9. Вроде бы небольшая для Баренцева моря, но в хорошую погоду аж до Кельдина бегает. Оптимальные габариты и вес для одного. В кокпите с эргономикой полный порядок. Места более чем достаточно. Борис оказался настоящим мастером на все руки и любезно разрешил мне прокатиться на его электровелосипеде, который он собрал сам на базе обычного. Прекрасный велосипед вообще. Если сейчас тут всего есть 9 скоростей. Да, там есть следующие. Попробуй, попробуй. Сгоняется до 60, да? Может, может. Ну, тем не менее, сделай это. Ну, не 60, но сделай это, другие скорости. Трансмиссии поиграй, велосипедный. До максимальных 60 километров в час я, конечно, не разогнался, но прокатился по яхт-клубу с ветерком. Это был он, Олег. Как метро, да? Да, да, да. Просто замечательно. Такая обзорная экскурсия на электровелосипеде по яхт-клубу. Вот видите, здесь такая здоровая площадка. Вот моя калина. Вот какой-то катер, вот еще какой-то катер. То есть тут разнообразные лодки есть. И маленькие, и надувнушки, и катера здоровые. То есть места очень много. Вот ангары есть для хранения лодок. То есть зимнее время здесь можно убрать лодки внутрь. В принципе, здесь руководство. Всех очень рады видеть. Всех зовут сюда приезжать. Руководство Калипсо может оформить пропуска. Так что желающие приехать. Всем будут очень рады. Разрешили немножечко погулять по яхт-клубу. Заглянуть в ангары. Здоровенный ангар, где тоже хранятся лодки. Сейчас их не так много, но в зимнее время, я думаю, здесь гораздо больше. Да, ангар внушительных размеров. Видимо, бывший военный. А вот огромный РИП. Очень похож на РИП Максима, который мы видели вчера. У него тоже баллоны бронированы. И мотор просто какой-то огромный. Если честно, я таких моторов у себя дома-то и не видел. Это Хонда, 225 сил. Да. А вот видна бронировка. Даже, мне кажется, они просто обклеены дополнительно какой-то лентой. Такой ребристой, похоже, резиновой. В общем, да, крючок такую бронировку не пробьет точно. Никакие камни не страшны. В общем, конечно, мне очень повезло. Здесь такое изобилие разнообразных лодок. Есть такая вот возможность хранить лодки в зимнее время под крышей, в ангаре. Тут достаточно внушительное помещение. Какая интересная лодка с тримаранными обводами. Опа. То есть такой рип. К сожалению, тут темновато, но общее представление, я думаю, будет. Ну, а тут уже вообще внушительные такие лодки. Ух ты, а тут еще есть пространство. А это вообще непонятно. Какая-то шхуна, какая-то огромная дора. Что-то старое явно. Вот у нее рубка находится в задней части. Такие обводы какие-то овальные. Опа. Это неправильно. Без проблем можно полоснуть лодочку после моря. И бокс большой войдет. И катер внушительных размеров. Я попал на интересную операцию. Ребята приклеивают защиту киля. Такая косметическая защита от истирания. Чтобы киль не царапался. При соприкосновении с песком, с гайкой. Называется килгард. Кильгард. Вот подсказывает правильное название. Кильгард. Ну, такая похожая на резиновую. Какая-то, видимо, композитная лента. Эластичная достаточно. Горячим феном подогревают, активируют клей. Чтобы она автоматичнее стала. Да, чтобы лента размякла, да, немножко? Прикатывается, чтобы все было идеальное соприкосновение. Да, да, да. Она должна быть плотная, чтобы вода не попадала туда. А вот так выглядит лента для бронирования баллонов. Здесь почему-то на этой лодке наклеен небольшой такой фрагментик. Не знаю, материал похож на резину. Пару миллиметров толщиной точно. Вот так, по ощущению, да, его очень сложно проколоть. Он такой вот еще, как бы, да, такой рифленый. То есть, видимо, на него можно смело наступать в сапогах. Он такой, как бы, не скользкий будет, да, вот такой, да, сопротивление для подошвы есть. Все, защита приклеена. Осталось только косметическое наведение порядка. Да, снять остатки клея. И все. И можно в бой. Хорошо получилось. Да, все. Плотно будет не истираемая. При въезде в яхт-клуб такая интересная композиция. Волуны, маяки, роза ветров, советский мотороллер, какой-то бакенный огонь, миниатюрный карбос с нептуном, похоже. Велосипед турист. А еще в яхт-клубе имеются вот такие вот замечательные рыбацкие домики для отдыха, стилизованные под избы, которые на самом деле являются чем-то вроде мини-отеля. С приятным, комфортным размещением внутри. Такие замечательные мишки охраняют покой. Так, посмотрим, что тут внутри. Вот внутри здесь у нас такая вот уютная кухонька. И микроволновочка, и плита, и раковина. Вода теплая постоянно имеется. Справа вот такая зона отдыха. Столы для бесед, для трапезы. Телевизор для желающих. В общем, тоже так все достаточно уютно и комфортно. Туалет по совместительству с душем. Внутри все очень аккуратно, по-домашнему. Тут полы с подогревом. Вот так даже снаружи не скажешь, что в деревянной избе внутри может быть так комфортно. В общем, конечно, ребята молодцы. Так, а на втором этаже у нас спарринка. Здесь расположены три кровати. Все компактно, но и очень уютно. А вот здесь я пару дней ночевал. Из окна у нас открывается вот такой вот замечательный вид на губу Ваинга. Вот буквально немножечко правее впадает река Ваинга. Слева у нас находится штаб флота. Надеюсь, это не военная тайна. Мы не будем его снимать. Прям буквально вот из окна его видно. Для антуража и красоты рядом по соседству расположены вот такие деревянные лодки. Вот та, которая справа, вот эта вот здоровая, чем-то похожа на Дору. И даже напоминает лист рыбот, который я снимал в прошлом году в Сумпосаде. Обводы, размеры очень, очень похожи. Рядом правее вот еще одна избушка для отдыха. Тут такие якоря. Это явно старинные якоря. Якоря со шхун. Такие музейный экспонат полноценный. Не знаю, откуда их взяли. Еще один домик по соседству. У него такая площадка рядышком обзорная. Она стоит на сваях и прямо, можно сказать, выходит в море. И такая веранда с видом на залив. Неотъемлемая и очень существенная, важная часть любого приличного заведения. Это, конечно же, туалет. И вот он перед нами. Здесь он находится в просто прекрасном состоянии. Очень цивильный, чистый, аккуратненький туалет. Вот он. Тоже вот у него такой интерьер интересный. Внутри порядок, красота. По совместительству душ, пожалуйста. И душ, и туалет. И еще одно отделение. Комната слева. А еще на территории яхт-клуба находится баня. И даже, можно сказать, такой небольшой спа-комплекс комнаты отдыха. Здесь находится парная. Парная с хорошей финской печкой. Ну и рядом по совместительству джакузи. Ну, как же без него. Тут у нас раковина. Можно постирать вещи. И туалет. Тоже все в очень приличном состоянии. Душевая комната на две кабинки. Так, здесь комната отдыха написано. Вот такие кровати находятся. И, в принципе, мне сказали, что здесь можно и туристам остановиться. Что-то вроде хостела, кемпинга. А здесь, после парной джакузи, можно выпить чашечку чая с друзьями. А еще в яхт-клубе имеется своя мастерская. Здесь ремонтируют лодочные моторы, мототехнику. Ну, поскольку здесь больше, чем полгода зима, то очень много снегоходов разнообразных. Вот. Здесь имеется замечательный мастер Ярослав, который сейчас сезон чинит лодочные моторы. Привет, Ярослав. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, вот у вас тут получается и мотор можно отремонтировать, да? Да, все полностью, весь спектр, вся техника, да. Замечательно. Вот на данном примере можно сказать, что редуктор лодочного мотора Меркури. Мощный 60 сил, да, ребята и шли, ударились винтом. Печальные последствия, разлетелись звездочки. Вот, перебираем. Ставим новые звезды, полностью все уплотнение. То винта оторвало вообще лопасти. Да, вот вал самая частая причина из-за этого гнет. Вот, и вроде люди пошли дальше, пришли. Ну, это тоже правленный вал, правильный на прессе его, да. Смотрели на биение, вот он в одну соточку попал. Хороший показатель. Вот, а так, в принципе, ну, часто бывает, что ударились люди. Ну, ударился, ударился, поставил новый винт. Вот, начинает от биения вала попадать вода в редуктор. Ржавеет. А потому что пропускает этот... Ну, да, получается, раздвигает сальник в момент работы вал, когда идет, сальник раздвигает, масло нагревается, масло расширяется, оно выходит в обратную часть и засасывает воду. Ага, понятно. В сам корпус редуктор, да. То есть теряет герметичность корпус, попадает вода, люди об этом чаще не знают. Ходят сезон, там, оставляют на зимнее хранение с эмульсией, да. Ну, лучше, что с эмульсией, а бывает так, что и вода остается. В корпусе вот здесь установлена звезда переднего хода, можно заглянуть, смотреть. Да, да, да. Да, это звезда заднего хода. Если отрывает плавничок, это еще ремонтопригодно, это терпимо. Если удар пришелся по корпусу, с аналогом геометрией, это только, скажем так, корпус в алюминии, потроха, дай бог, если живые остаются. Потому что обычно после такого удара и разлетается все. У меня были случаи, ребята на моторе 300 сил отрезали вообще себе дейд, вот, вместе с редуктором. Вот, на большой глубине, да, то, что даже, ну, они, как бы, точку пометили, там, в GPS-ке, да, где это случилось все. Ну, а смысл нырять, там, больше 100 метров, кто его достанет. 100 метров уже. Да, да, как бы цена редуктора бэушного на 300-ку на тот момент была, это было два года назад, 120 тысяч они отдавали. Плюс сам Дейдвуд, что-то порядка 100 тысяч им обошелся, комплект прокладок, там, всякие, вот эти моменты, и ремонт, о, этот, получился крайне недешевый, да, там, ребята, хорошо попали на большую сумму. Ну, то есть, получается, что все такие основные японские производители, Хонда, Судзуки, Ямаха, да? Больше всего у нас, конечно, предпочтение дают Ямахе, почему? Потому что у нас все-таки есть официалы, и проблемы с запчастями, наверное, меньше. Вот, на втором месте Судзуки, на третьем, наверное, Хонда, если вот взять численность по нашей базе, да, вот сколько всего там, больше 70-80% это Ямаха. Ямаха, да? Да, потом меньше Судзуки, совсем мало там Хонд, да, пару штук у нас всего на базе, ну, а Меркури так вообще там два или три. И также там пару подвесных моторов, этих, не подвесных сейчас, стационарных, там штуки два или три у нас, все, это максимум. Из того количества лодок, то что, ну, не очень у нас, короче, люди, я вот был на Российске, так там вообще себя на стационарах только гоняю. Причем там по Спарке стоят, по два мотора, там, четыре винтабли, ну, то есть колонки есть у них такие навороченные. Просто у нас сталкивались люди, кто вот с этими колонками, это, попадос на дикое, на дикое бабло, реально. Вот колонку сейчас нормальную купить, это, ну, 150-180, это 200 тысяч рублей. В то время как редуктор даже, самый мощный мотор, ну, 100-120, он стоит недороже. Поэтому здесь смысл такой, что, блин, ну, чаще всего, конечно, редуктора разваливаются. Это вот с нашими, как бы, ну, в море не так, кто вот ходит аккуратно, а если кто-то ездит, там, допустим, на озера, реки, бывает много очень инцидентов. Вот за год, если так вот статистику вести, ну, валов 20-30 я точно правлю, и редукторов 30-40 это перебирается, это вот нормально. Если сравнить с двигателями, да, там, 4-х тактных перебирается, там, штуки 3-4, 2-х тактных, там, может, десяток наберется. Чаще для работы это вот с редукторами. Да, вот, сколько вот у меня, допустим, моторов, да, подвесных, я там, пару штук, да, с какими-то проблемами. Вот сколько редукторов в переборке можешь даже заснять, показать, да. Это все редуктора с какими-то проблемами, да. Вот хондовский вот этот светлый, там тоже хрустит, он что-то стучит, еще не добрался до него. Ямаховский вот этот, тоже в переборку. Там какие-то звуки, эмульсия. Да, ну, в общем, смысл в этом. В принципе, даже и капиталку можете делать, да? Да, полностью. Ну, вот, на тонусе перебираешься, вот оно, на капиталке, да. Что это? Здесь мотор утонул, утонул. Разобрали, начали смотреть, и минус в том, что... Можешь ничего посмотреть? Да, конечно, сейчас уберу кабеля. Это 115. Это Yamaha 115 сил, да, 2007 год. А сколько у него цилиндров? Это рядная четверка. Рядная четверка, да, смысл здесь какой? А цилиндры как ходят, я что-то не пойму. То есть, это блок цилиндров, да? Да, это блок цилиндров. Сейчас попробую развернуть. Извини, что я тебя тут напрягаю, но просто мне правда интересно, как бы. Это 115-ка, да? Да, это всего лишь 115 сил. Слушай, ну, почти как на восьмерке, это у меня блок цилиндров был. Нет, здесь очень похож, ну, по габаритам, нет? Здесь немножко нет, это, скажем так, это что-то типа Ford. Вот, сейчас зафиксирую. Я так-то размер, ну, будет. Размер, да, здесь это 1,6 литра, если так память не изменяет, да. 1,6 литра, да. 16-клапанная головка, да, вот оно все. Здесь как бы его еще не чистили, здесь старая прокладка. А что с ним не так? Короче, с ним такая беда, что мы его, когда начали разбирать, дефектовать, мне не очень понравилось, как выглядят вкладыши на моторе. То есть, такое чувство, как будто у мотора там было что-то порядка 500 часов, а такое чувство, как будто там, не знаю, там, 5000 моточасов прошел. Выработка по вкладышам была очень хорошая. Начали смотреть на биение коленвал, тоже есть такая возможность. Вот его коленвал, если хочешь пойдем. Да, 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 пойдем, конечно, интересно. Вот его коленвал лежит. Вообще, предыстория этого всего, человек ко мне приехал, когда на диагностику попросил, говорит, Ярослав, посмотри мотор. Вот, там его купили недавно, в море ходить все дела. У него, получается, пропало давление масла. То есть, я компьютер подключил, я смотрю, нет давления. Подключаем манометр, стрелка на нуле, странно. Разобрали, все, начали смотреть. И вот минус такой, что мы его перебрали. То есть, мы, получается, его перебирали. Ребята походили. Все хорошо. Но потом перевернулась лодка, а мотор утонул. Этот мотор второй раз попадает на переборку. Да, я когда ставил новый вкладыш, и все, я посмотрел, все хорошо. Потом начали смотреть. Появилось оборудование. Начали проверять. Ну, и когда я увидел, достал новый вкладыш, и вот они проехали часов 100, наверное. Получается, мотор на 100 часов выработал так вкладыши, как будто пробег очень большой у него был. Это из-за того, что попала вода соленая? Нет, это не из-за этого. Потом начали искать, в чем причина, оказался кривой коленвал. То есть, когда пропало давление масла, получается, они на нем еще и шли, оказывается. Им очень сильно повезло, да, что они его, скажем так, это было вот, буквально они вот доходили. У нас, говорит, загорелось перед тем, как мы начали слиповать лодку. Давление маслом заглушили. Ну, тут загребли уже на прицеп, все это дело подняли. Вот, то есть, процесс только начался. Здесь минус какой? Здесь вот в этом месте, центральном, большое очень биение, порядка 7 соток. Допуск по книжке 2 или 3. Ну, то есть, это много. И из-за этого у него как раз вот этот вот вкладыш, когда мы поставили новый, вот его разбирали, вот он его, он и получается, что самая большая выработка. А сейчас, получается, ремонта нет. То есть, минус огромный всех вот этих лодочных моторов, особенно вот японских, да, то, что нет ремонтных размеров. То есть, сейчас мы попробовали подобрать от машины там вкладыш, ну, соответственно, с клиента все оговорено было, конечно, все хотят сэкономить в наше время. И получается, что от автомобиля не подходят, то есть, мы подобрали коренные, все четко. Это Ford Focus. Да, я был очень сильно удивлен, да, Ford Focus, блин. Я посидел, полистал каталоги, да, искали размеры. Ну, нашли номинальные размеры, начали подбирать размеры по каталогу, и получился Ford Focus. Ну, минус огромный. То, что коренные мы подобрали, и есть ремонтные размеры у Ford Focus, да, там 0,25, 0,50, это все, пожалуйста, доступ. Причем за адекватные очень деньги. Но минус большой, что шатунные вкладыши на 115-шки именно, они свои. И получается подобрать их, я изучил два каталога, наверное, тысячи и полторы страниц, и результат, как говорится, не дал никаких, ну, не было, короче, результата. Смысл в том, что не подобрать. Что-то свое они поставили, была либо ширина другая, либо высота, ну, в общем, очень много моментов. И получается, сейчас человек принимает решение о покупке коленвала, буш-то. Либо в живом состоянии, если найдется, либо нового. Просто цена нового коленвала сейчас, на данный момент, что-то порядка 100 тысяч рублей, наверное. Ничего себе. Да, и вариантов, альтернатив нет. Собирать так, я ему сказал, ну, смысла нет собирать так. Если он за 100 муточасов выработал вкладыши, ну, походите больше. Выработка больше вкладышей, увеличится зазор, потеряется масляное давление. И все кончится. Здесь же, как не как на машине, здесь масляное давление, на холостом ходу, что-то порядка 3-4 килограмма. Это считается нормой. Рабочее давление, там, может, и 5-6 килограмм быть на оборотах. А, вовсе, я просто, знаешь, сколько езжу, но не предназначаю, а на машине давление меньше? 1,5-2 килограмма. Потому что здесь обороты выше, да, как блочит? Здесь, да, здесь получается, он постоянно на оборотах. То есть, у него рабочий ход, это 4-5 тысяч оборотов, это нормально его... И давление, соответственно. А давление должно быть максимально высокое. Да, двигатель же, кто знает, крутится в масляном клинике. То есть, он в момент вращения не касается вкладышей, из-за того, что масляное давление. Все, получается смысл в этом. Здорово, да. Да, и поэтому здесь стоит вот чуть-чуть где-то масло потерять, да, если моторы... Эти моторы кушают масло. Все большие моторы, которые крутишь, кушают масло. Пусть там, ну, не сильно там круто, там, не слишком много. Не как машины BMW, да, кто знает, сталкивался, блин, что там литр на тысячу, это нормальный расход. Меньше, конечно, но все равно за счет этого и живут эти моторы долго. Вот он ест масло, да, у него там, грубо говоря, оно задерживается на стенках цилиндров. Поршень скользит за счет этого. У меня есть мотор, который наездил 5 тысяч моточасов. Это Yamaha 225, да, как бы мотор в очень суровых условиях работал, особенно в нашем вот этом море. И оно, во-первых, соленое, одно из самых соленых морей, кто знает. И получается у мотора 5 тысяч часов, причем, когда проверяли поршневую, она в идеальном состоянии. То есть, таким пробегом, да, мотор постоянно под нагрузками и в троллинговых режимах очень много ходил. А он как молодой, то есть, он 2002 или 2003 года. Ну, совсем древний, и, как бы, ребята на нем работают. То есть, он постоянно в эксплуатации. Он постоянно работает, да. Ночные рыбалки особенно, там. Число. Ну, кто знает, тот поймет, о ком я говорю, да. И минус 20, и минус 30, это нормально. И работа, ну, то есть, они выдерживают, моторы выдерживают, да. Тут главное обслуживать хорошо вовремя, то самое такое. Если ты не меняешь масло по 2-3 сезона, а чему ты удивляешься, если у тебя мотор заклинил где-нибудь там море. Поэтому регламенты у них тоже по-то очень маленькие, потому что, скажем, такие нагрузки, блин, выдерживают, да. Вот эти обороты, масло тоже очень быстро устает. Поэтому, если так на автомобильный момент перевезти, здесь масло меняется по моточасам. Если на автомобильный перевезти, то раз в 5000 километров мотор. А тут тебе остановочек для дефектовки валов, да? Да, это биение мер, он смотрит биение валов, вот, на примере, даже я не знаю. То есть, у тебя все, как говорится, все научно, все очень грамотно. Ну да, как бы, приходится обзаводиться таким оборудованием, потому что, блин, отдавать это все дело на заводы, это, скажем, очень долго. Обычно людям надо быстро-быстро-быстро, особенно момент, когда идет рыба, тут рыбалки, тут с ума все сходят, да. Да, это вот там непосредственно пресс, который, блин, это все дело правит. А то есть, ты прессом правишь валы? Валы, да, правят прессом. А то есть, там металл, он такой немножко, как бы, вал, он эластичный получается? Да, но он позволяет, как бы, да, вот его... Смысл такой, что, да, у вала, по-моему, ну, по моим, по крайней мере, знаниям, места цементации, это только шлицевая часть, то, куда одевается винт, это раз, и то, куда одевается вот этот храповый механизм, который выбирает, ну, включает, ну, короче, заходит в зацеп передач, передний, либо задний ход. Могу на примере этого вала показать. Вот эта часть обычно идет цементированная, и непосредственно вот эта часть. А в каком месте он гнется? Обычно гнется вот здесь, район сальников, вот этот подшипник здесь ходит, здесь сальники стоят. Вот даже можно видеть, да, вот выработка по валу, тоже очень дикая, потому что, ну, пробег у мотора не маленький, по крайней мере, у редуктора. Скажи, пожалуйста, вот у меня мотор Меркури Тахатсу 30-ка, какой пример у него ресурс? Я пытался в интернете найти по, если по моточасам, так примерно, можно, как сказать? Слушай, сложно сказать так, потому что на них же нет моточасов, ну, то есть тахометр навряд ли там владелец завода ставил и смотрел его по часам, да? Здесь, скажу так. Ну так, если грубо так, сколько они служат, там лет? Чаще всего владельцы убивают моторы. Вот буквально недавно была ситуация, мы такой мотор, как у тебя, отдавали с ремонта. Там перебирался коленвал, точились поршня в ремонтный размер, человек его перегрел, получается, все стало плохо, принес, разобрали, попал на хорошую сумму денег, мы отдали его, он сходил до Кельдина, и все, на обратном пути его уже притащили. Начали разбираться причина, вот здесь вот у мотора был заборник воды. Он то ли какие-то водоросли, то ли что намотал, и, получается, частично перекрыло охлаждение. Там стоит у Меркури просто отверстие, у японцев это чаще такая пластиковая сеточка с отверстиями, половина этой сеточки с двух сторон была забита вот травой. Соответственно, охлаждение было плохое. Ну, понятно, да. И мотор, да, и причем я когда у владельца спросил, ты шел и слышал у тебя как будто вот, ну, тепловой прихват поршня, да, у тебя обороты проседали? Он такой, да, я сбросил обороты, что-то пошел чуть-чуть дальше, потом опять добавил. Я говорю, в этот момент надо вообще было открывать колпак, трогать мотор. А на струю он не посмотрел в то время, интересно? Тут смысл такой, что струя может и быть. А, может быть? Конечно, может быть, просто не хватает давления воды, чтобы верхний цилиндр охлаждался. То есть, у тебя на контру для струи хватает еще? Да, то есть, бывает так, что вот, допустим, идет человек, она может просто быть немножко тоньше. И человек думает, да, вроде мотор охлаждается, а на самом деле в этот момент надо трогать колпак. Под колпаком сам двигатель, мотоголовка. У двухтактных моторов термостат открывается на 50 градусов, у четырехтактных на 60. И здесь уже как бы 50 градусов, но рука терпит 50 градусов. Реально, ну, не в самые, конечно, места, там, головки, потому что это самое горячее место, потому что там же происходит горение. А, ну, сбоку там мотор трогает, что это система выхлопа тоже. Если рука терпит, значит, все в порядке, да, значит, надо искать причину в другом. После ремонта, ремонта, да, только замена гильз. Вот эта гильза, это Suzuki 30. Слушай, вот так вышла замена гильз. Но ведь далеко не все моторы гильзуются еще, да, получается? Скажем так, слышал, что только американские, там, какие-то Mercury есть, которые вот не гильзуются. А современные, слышал Suzuki, Honda новые, нет? Вот современные Suzuki. Honda четырехтактные моторы. Они, по идее, пока, ну, я не разбирал свежие Honda, да, их у нас очень мало. Все, что старенькое, но все гильзованы. Все гильзованы. А если кто-то приедет тут, вот, из отдыхающих, или кто-то с им карьерами, то есть, если что, да, ну, ты или кто-то еще здесь, то есть, к вам можно, в общем-то, обратиться, вы можете там помочь, как-то, если это, да? Да, постоянно обращается, да. Вот, буквально, недавно, с Mercury рассказывал историю, то, что приехал человек, подвесной мотор у него большой, вот у него сальник коленвала потек. Причем так хорошо потек, он буквально отсюда отошел 10 километров, у него там литр масла ушел с двигателя. Да, там снизу все в масле, он говорит, ну, все, куда, какая рыбалка-то? Вот, ну, там ситуация в том, что не взялись мы за ремонт, мы ему сразу сказали, что это очень долго, во-первых, ждать этот сальник с Америки, это, как минимум, мы позвонили по России, нету. Везде на заказ эта деталь идет, ну, что-то порядка месяца ему сказали, и ценник там, что-то рубля три. Ну, то есть, а если бы это была Yamaha, то проблем бы не было, да, вот у вас здесь? Если была бы Yamaha, да, сколько раз помогали. Да, вот у нас гости тоже с Москвы, если посмотришь в окно вот этот большой катер, ну, пойдем лезть. Два движка по 225, я вас удивил, говорят, на нем ходили на каменос, да? Вообще, они его с айм-кодом с Питера перегоняли. Угу, но у него еще номера питерские, ага. Да, да, то есть, он по всем этим каналам, слюзам, рекам, озерам, грубо говоря, добирался. Тоже проходил эти мая, в общем, первый раз. Вот, вот, тем более, да, вот постоянно, да, мои постоянные клиенты, ну, эти моторы, грубо говоря, на балансе у меня стоят, назовем это так. Ты обслуживаешь, да? Да, полностью, да, ремонт, обслуживание, их какие-то пожелания, все там, все делаем, да, без проблем. Причем, у нас есть тоже клиент Скова, его лодку здесь хранит, он там походит, походит, пишет мне список, Керослав, вот список, там, звони, вот, так же делаем, помогаем без проблем. Здорово. Я слезливый человек, поэтому смысл такой, да. Ну, спасибо тебе огромное, вообще было очень приятно познакомиться, потому что я так думал, ну, там, да, вообще, я ничего не думал, меня сюда вот пригласил Игоря, думаю, ну, какой-то яхт-клуб небольшой, и, честно говоря, я удивлен, что здесь такая прекрасная мастерская. Ну, она еще в процессе, скажем, становления, да, я буквально переехал тут с одного помещения в другое, вот этой зимой. Так что, грубо говоря, все, что-то, какой-то беспорядок, это еще. И такой подход грамотный, расстоятельный. Так что, да, вы молодцы. Блин, честно скажу, пятый год занимаюсь сегодняшим лодочными моторами. Пять лет назад для меня лодочные моторы я видел только на картинке в интернете. Все, ну, а случилось, как я поехал в Самару, в отпуск на мотоцикле, там меня ребята прокатили на лодке, типа, поехали, у нас там у кореша лодка. Я говорю, ну, поехали. Вот они меня прокатили на лодке, я вообще весь в восторге. Я приехал, когда с отпуска, сказал, блин, вот лодка, это круто. Подожди, ты с Североморской? Да. И впервые на лодке прокатился в Самаре? Да. Как? Ну, я же... У вас же тут такие... Я вообще не знал, что у нас яхт-клуб даже в Североморске есть. Пять лет назад я вообще... Североморский, Североморск, какой-то яхт-клуб. У вас тут прям море такое прекрасное. Да, море видел, да, классно. Ну, там, катера какие-то там военные, ну, тут город военных, скажем так, блин, вся эта акватория под ними. Вот, все классно, да, там, подводные лодки, корабли, там, это все видел, экскурсии много раз ходил там на них, там, железячки эти трогал, да, там автоматы и так далее. Друзья, удивительное дело, человек из Североморска впервые сел на лодку в Самаре. Да, да, такое тоже случается. Нет, честно говоря, пять лет назад я видел только на картинке мотор. Прошло пять лет, ну, вот результаты, да, я просто вник, да, начал этим заниматься очень плотно. Как оказалось, подсел, да, очень понравилось, потому что, ну, реально, я от своей работы получаю удовольствие. Это очень редкий случай, когда такое бывает, что приходишь на работу, улыбаешься, обычно там люди просыпаются на работу, я просыпаю, ох, на работу, и сразу в голове, так, этот мотор собрать, этот приехал с проблемой, у этого вообще дела. Такое приспособление, можно сказать, как такая тележка для снятия лодочных моторов. Ярослав говорит, он снимал до 300. 350. Ну, что для меня всегда была загадкой, чем снимают мотор. Оказывается, вот такое приспособление. Второе. С Ирославом практически уже попрощались, да, друзья? Ну, вот как-то уже при выходе, вот он предложил показать те самые моторы на этом огромном катере 225-ке, как он их обслуживает. Очень важно мотор обрабатывать силиконом. Если он в морской воде эксплуатируется. Да, силиконовая смазка, спрей который. Да, я как-то в своих новых моторах, когда проходил первое ТО, да, мне тоже вот делали такую процедуру, ну, потом, конечно, я забил, расслабился, когда сам стал делать. Ну, просто меняем масло в редукторе. Ну, конечно... Да, его масло даже можно, по сути, не менять, просто убедиться, что, особенно когда вот сезон заканчивается, просто убедиться, что там нет эмульсии, нет воды. Ну, да-да-да. Потому что начало сезона обычно у нормальных людей кто-то сделал, начинается с рыбалки, а у тех, кто не сделал, там начинает корпуса искать, потому что кольнуло редуктор. Ага. Либо ремонты какие-то, еще что-то. Ну, то есть, поэтому, чтобы это предотвратить, лучше, как говорится, один раз посмотреть. Это занимает не так много времени. Слушай, ну, у тебя вообще все серьезно, это прям специальный ноутбук такой, да? Ну, ноутбук обычный. Он какой-то защитный, я смотрю, у тебя нет? Ну, у меня там условия, я бываю, что в море иду, там брызги, все это, вода, бывает, ну, то, что мы, допустим, запустили двигатель, да, ничего не нашли, потому что нет нагрузки, да, надо в море идти. А в море идешь там... Ну, то есть, этот ноутбук полностью защищенный, да? Ну, не полностью, то есть, брызг от влаги, скажем так, да. Полностью погружение под воду никто не гарантирует, что он выживет, да. Допустим, вот эта Yamaha, это 19-го года выпуска, вот 19-го получается. Свеженькая, да? Ну, относительно, да. Сейчас подключимся, найдем списки ее. Вот она, 225F, смотрим. Что там уже жужжит в ней? Это дроссная заслонка, здесь же нету тросиков, допустим, как на моторах, она маленькая. Здесь все электронно. Ну, как вот в машине, электронная педаль газа, так же и здесь. Все, мы внутри, скажем так. Ошибок нет. Можно читать параметры, всякие различные моторы. Ну, то есть, ты сейчас подключился к процессору мотора, да? Да, блок управления подключился, да. То есть, я сейчас вижу те данные, которые видит он. Может, поближе. Датчики давления. Да, тут все полностью, да. Ну, то есть, очень много информации, почему люблю больше возиться с впрысковыми моторами, чем с карбюраторными. У них намного все интереснее, да. Ну, и, соответственно, диагностика как бы проще, да, все происходит? Ну, не сказал бы. Здесь больше навороченных всяких примочек, чем на карбюраторе, да. Карбюратор, если там не работает, понятно, ну, там, засорился, что-то здесь, если не работает, очень иногда сложно вычислить. Поэтому, да, скажем, диагностика, она же полностью не говорит, что вот там, Ярослав, там, в первом цилиндре проблемы, да, она дает направление, что что-то с двигателем не так. Он троит, допустим, либо он не едет. Вот на этом моторе недавно была ситуация, мы его запустили, ну, я делал диагностику перед тем, как люди пошли в море, вот, на рыбалку на свою, да, потому что они уходят обычно на 2-3 дня, бывает, и на неделю их нету. То есть у них тут полный запас провизии, топлива, и как бы им нужна уверенность, что все в порядке будет. Вот тут вот мотор как раз их немножко подвел. Хапну воды, двигатель. Как так получилось? Они, получается, где-то в бак попадает вода, в момент заправки, в основном, ну, когда заправляют топливо, там, они же заправляют бак на тонну, тонну 100 литров. Привозят они в бочках 200 литров, да, заправляются, где-то попала вода. Вот этот мотор хапнул воды. Они, получается, поменяли тут фильтра, у них всегда запас фильтров есть, как бы СНЗ, да, взяли СНЗ-фильтр, поменяли, все. Приехали, оставили лодку, сказали, Ярослав, надо там ТО по моторам сделать, мы там набегали много часов, да, и вот ключи делай. Сделал ТО, все, и после того, как это все проведено было, начал проверять моторы по диагностике. Запустил один, запустил второй, посмотрел, ну, все, все, все отлично. Этот заглох через 5 минут. Короче, нехитрыми манипуляциями выяснилось, что здесь стоит электронный подкачивающий насос. То есть обычно на карбюраторе это мембранные насосы, да, подкачивающиеся. Здесь два вида насосов. Здесь инжекторный двигатель, здесь получается, есть насос высокого давления, есть насос низкого давления. Вот насос низкого давления, он вышел из строя. Из-за этого груши подкачаешь, мотор работает. Ему хватает на 5 минут работы, он опять глохнет. Периодически идти в море подкачивать груши тоже не выряет. Конечно, да. Цена насоса на сегодняшний день была 63 тысячи рублей. Это цена его в Японии. Ну, нехитрыми манипуляциями, скажем так. Оживили им этот насос, поставили, тут вплоть до того, что было уже все, трактор едет, везет эту лодку, а мы тут ему насос этот ставим. Это все быстро было, потому что трактор здесь сложно найти под большую лодку, то есть заранее договариваются, там, сопоставляют графики эти все моменты, чтобы он сюда приехал. Вот, и, грубо говоря, чуть ли не ехал трактор, да, мы поставили этот насос, проверили, все заработал, они ушли в море, блин. Были безмерно благодарны, потому что идти, они уже готовы были снимать винт, идти на одном моторе. Я говорю, ребят, ну, мы же попали в нормальный сервис, да, я не могу, как это сказать, позволить вам этого сделать, да, вот, что я буду за хозяин, да, если у меня ребята уйдут на одном моторе в море. Ну, что же, пожелаем владельцам удачи, чтобы у них все на море без поломок, все исправно работало, и благодаря тебе в том числе, так что ты молодец. Стараемся, стараемся. Наступило время прощаться с Калипсо. Впереди меня ждет долгая дорога домой. Еще раз огромное спасибо всем за теплый прием. До новых встреч в новом сезоне.